в шоу восьмой день мы выживали как могли это конечно прикол теперь про прогресс да прогресс итак сегодня восьмой день практически всю предыдущую неделю я большинство времени тупил спал до часу дня страдал хернёй играл в игрушки но это конечно очень мало было но да ладно это все хрень звонки и обзвоны которые мне нужно делать для продажи собственных услуг в сфере консалтинга бизнес консультирования я начал делать только сегодняшнего дня это конечно очень смешно потому что в целях экономии денег на мобильном телефоне я взял стационарный телефон он стоит у нас коридоре суть в том что вот гробаный телефон и провод очень очень маленький черт возьми. поэтому мне приходится сидеть на полу в коридоре или привозите с супруга билята личного кабинета коридоре на полу на это так с чего все начиналось потом будем вспоминать и ждать над этим фотком я даже сделал фотку тепло моего кабинета вот это да это будет прикольно потом вспоминать, как она все начиналась как начинался мой бизнес и так далее кстати по звонкам сегодня я долго собирался Потому что холодные звонки я делал очень давно И поэтому какой-то был грабаный мандраж Было сложно собраться И приходилось себя заставлять Сделал 10 звуков Потом сделал отдых Пошел вообще есть Куда-то думаю, нафиг вообще все так хреново идет Пошло на все нахер, но все равно А потом пересилил и начал звонить дальше И дальше уже как бы пошло нормально То бишь практика, практика, практика Больше практики это решает большинство проблем По интересным вещам Они у меня записаны Что же было у нас тут Интересные вещи у нас были Надо вспомнить Кстати, по поводу ноутбука Как я и говорил в предыдущем видео Ноутбук я все-таки продал Да, кстати, 23 июля Буквально недавно был такой забавный момент Когда я сидел, когда он у меня еще был Я перекидывал свои файлы С него на ноут Алисы То бишь та подруга, с которой я живу сейчас И один момент был забавный Она пиздец как завозмущалась Мол, что ты вообще расхозяйничаешься в моих вещах Там перекидываешь файлы без сброса и все такое Но это был прикол, конечно Меня это удивило Суть еще в том, что 23 июля совсем недавно Денег у нее на еду вообще ни хера не было Вообще ни хрена не осталось Только мелочь А у нее осталось 10 рублей Причем это на нас двоих на неделю вперед Вот, и я сижу Обзвонил ломбарды Ну, чтобы продать Либо заложить свой ноут Точнее, ноутбук И у меня, соответственно, денег на телефоне тоже не было Поэтому я попросил у нее телефон И одна фраза, которую она сказала Меня пиздец как зацепила Надолго, я ее буду долго помнить Она сказала на ровно следующее Типа, говорит, да какой ты мужик вообще Что в тебе есть от мужика Говорит, ни денег ни хрена нет Но эта фраза меня просто очень жестко зацепила Надолго И, скажем так, это один из стимулов Делать что-то и развиваться Получать доходы и деньги Вот В принципе, возмущаться здесь вообще нет никакого смысла Потому что вся ответственность за мою жизнь Жить полностью целиком на мне И перекладывать ее на кого-то Это просто, ну, как минимум глупо Вот И в этот же день, то бишь 23 июля Я решил пройти одно домашнее задание Из тренинга по деньгам, который я проходил То есть, ну, дальше расскажу как раз Что это было То есть, следующий день, 24 июля Я как раз пошел, продал свой нетбук За 3000 рублей Каким-то не русским вообще чувакам странным Вот Хотя покупал я свой нетбук за 4900 В Новосибирске Можно сказать, 1900 рублей Просто тупо потерял Вот Еще 24 июля я тупо Что тут у меня написано Играл 3 часа за Наруто Круто, круто вообще 25 июля, это следующий день Спал примерно до часу дня То бишь, встал, опять поиграл в эту гребаную игру И потом, значит, решился выполнить это задание То есть, как я уже говорил, проходил недавно Ну, я вот сейчас прохожу тренинг на тему денег И там было такое задание То бишь, сходить в какой-то торговый центр И зайти там в самый дорогой магазин, который там есть То бишь, либо одежда, либо какие-то аксессуары Либо что-то еще То есть, и было такое задание Говорит, заходит, мужик говорит Заходишь в магазин, берешь какую-то вещь дорогую Смотришь на цену, охреневаешь Стоишь охреневаешь так Примеряешь ее к себе И смотришь на свои внутренние ощущения Потом кладешь эту вещь на место Берешь другую дорогую вещь Смотришь на цену, снова Охреневаешь Примеряешь к себе, ну и так далее То бишь, вот Что я сделал? То есть, я взял свою подругу То бишь, Алису, с которой мы живем И мы пошли Я думаю, в один из самых крупных торговых центров В этом городе, в Магнитогорске То бишь, гостиный двор Гостинка по-простому Вот, что мы сделали сначала Для начала я зашел в магазин Дорогой мужской одежды Вот, посмотрел там несколько рубашек Как бы, примерил их на себя Ну, просто посмотрел, что там есть Вот, в принципе, ничего Обычно в этом не было в магазине Но далее я пошел в следующий магазин Дорогих, очень дорогих костюмов То бишь, ну, классических брюки, пиджак, все дела То бишь, Алиса туда со мной не пошла почему-то Я пик, его знает Что сделал я? Я посмотрел разные костюмы, которые там висели Позвал продавщицу и попросил мне показать Какой-нибудь либо светлый костюм, либо еще что-нибудь А она мне дала Точнее, показала на Интересный такой костюм синего цвета Который стоил 8 тысяч рублей Далее, то есть, точнее Ранее, я такие дорогие вещи То бишь, не то, чтобы как бы не перемерял Я даже не заходил в такие магазины В этот день То бишь, это было 25 июля То есть, я зашел в этот магазин Взял этот костюм за 8 тысяч рублей То бишь, ну, продавщица Мне его сняла И как бы я снял свой пиджак И одел вот этот синий пиджак на себя То есть, типа, смотрел все в зеркало И подумал, что это просто Это просто пиздец Он мне понравился Черт возьми, я не знаю как То бишь, и по материалу Хороший материал И плюс ко всему, на мне он сидел практически идеально Вот, полностью костюмы примерять не стал Как мне советовала сделать эта продавщица Мне хватило пиджака Потом далее был один интересный момент Когда я снял этот пиджак с себя Повесил его, то есть, обратно на плечики Потянулся к своему пиджаку Который я повесил рядом И первая мысль, которая у меня была Как я этот уебишный пиджак носил раньше Как вообще Просто я сравнил тот пиджак синий Который я мерил за 8 тысяч рублей Костюм и свой Это просто земля и небо Черт возьми Внутри ощущения у меня просто, не знаю Ну, немножко так переколбасило по-хорошему Вот Это было интересно В общем, мне этот костюм очень понравился Ощущения мне очень тоже понравились И отношения, в принципе, самих продавцов ко мне тоже понравились Когда они показывают тебе все рассказывают Про материал Ну, то есть, это совсем другое обслуживание В дорогом магазине, либо в дешевом Сами Проверьте, в общем, сами Ну вот, далее я вышел из этого магазина Так, надо вспомнить, 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 что было Да, дальше мы с Алисой пошли в магазин духов Но будешь парфюмерией В принципе, духами как-то не особо пользуюсь Ну, как бы туда зашли Ну, стали нюхать разные духи, которые там есть мужские То есть, ну, которые стоят примерно от 2 до 4 тысяч рублей То есть, даже 2 500-4 тысяч рублей такой ценовой диапазон Раньше я духами как-то не особо пользовался Но, однако, мы где-то штук 10 разных видов понюхали И 2 из них мне понравилось То есть, один за 3 тысячи рублей, другой, ну, примерно так же То есть, я решил, как бы, ну, себе Что я тоже хочу Я хочу тот синий костюм И такие же, как бы, ну, парфюм Такую же тоже придачу Это тоже прикольный как-то Новый прикольный опыт Что было дальше? Надо вспомнить, вспомнить точно Дальше мы пошли в элитный магазин Кош-галантерей То есть, различные сумки и всякая такая байда Снова, мне понравилось отношение продавцов Которое ко мне было То есть, я выбрал себе конкретную сумку Потому что мне нужна сумка под документы Вот, выбрал я себе, значит, сумку Которая стоит 12 тысяч рублей 12, черт возьми, тысяч рублей Из какой-то кожи там, вот И продавщица мне стала объяснять Типа, вот она такая-то Сделана из венецианской кожи Это немного отличается от олия линии кожи Там более гладкий материал А тут более какой-то ребристый Ну, в общем, черт возьми Я даже слов таких раньше не слышал Венецианской кожи, черт возьми Какие-то другие там виды кожи Моя подруга сказала то же самое Говорит, я слов-то таких раньше не знала Вот, ну, в общем, я послушал Разные рассказы про эту сумку Она мне, кстати, тоже понравилась Я чувствую, я тоже хочу ее себе купить Далее присмотрел себе ремень брюком Ремень за 3000 рублей Прикольная цена для ремня, конечно Ремень мне тоже понравился И далее мне к этому, ну, к сумке и к ремню Предложили еще, как бы, небольшой То ли кожелек кожаный, то ли еще что-то Который стоит тоже 3000 рублей И все это было довольно забавно Вот, я посмотрел все это Примерил на себя Мне все это понравилось, разумеется Продавщица дальше сказала то, что Ну, когда я куплю тот костюм Точнее, хороший костюм То есть я сразу приду и поднял Выберу себе сумку, ну, ремень и так далее Вот, в общем, мы дальше вышли Из этого магазина И пошли, пошли, пошли Куда же мы пошли? Надо вспомнить опять, что-то я забыл После сумки из венецианской кожи Ремень, ремень, ремень А, ну, все, в принципе Дальше мы вышли из этого торгового центра на улицу И я первый раз, наверное, в жизни Почувствовал себя немного странно Такое странное было небольшое ощущение Странные, да, ощущения были именно внутри То есть, как будто ты попробовал на вкус Новый уровень жизни Который кардинально отличается от того Предыдущего уровня жизни И Черт возьми, он намного лучше Чем предыдущий Намного лучше И тебе хочется этот новый уровень жизни В старт тебе возвращаться Вообще не хочется Но, кстати, это были не все задания Этого тренинга по деньгам А далее мы Еще одно Да, кстати, после этого торгового центра Я стал смотреть на свой костюм То есть я раньше смотрел, как нормальный костюм Нормальные брюки за 2000 рублей А теперь я смотрю и думаю Уебищно! Это нереально носить! По сравнению с тем То есть как-то повысились Уровень нормы повысился Далее Что было дальше? Дальше мы стали выполнять второе задание Из этого тренинга по деньгам Там было задание Пойти в самый дорогой ресторан в своем городе То есть либо там просто посидеть Либо покушать, если у тебя есть деньги Вот Ну, немножко денег у нас было И мы пошли, конечно, не в самый дорогой ресторан Но и далеко не в самый дешевый То есть Не помню, как он называется В общем, мы туда пошли Из самого, в принципе Начала Мне понравилось, опять же Отношение То есть персонала К тебе То есть Когда мы зашли в этот магазин То есть сначала мы брали один столик Но он нам не понравился И мы решили пойти на мягкий диванчик Немного в углу Вот Пошли мы, значит, на этот диванчик Сели там Свой пиджак я, как бы, положил на подлокотник Этого самого дивана И официантка подошла И сразу меня спросила Могу ли я ваш пиджак повесить? Ну, разумеется, ответил то, что может И она сама взевает И с вами мой пиджак повесила там на плечики Ну, как бы, это первый прикольный момент, который был Что было дальше? Помимо этой первой неожиданной приятности Далее мы посидели, покопались в меню И заказали кусочку торта То есть, ну, небольшой такой кусочек торта И еще по безалкогольному коктейлю себе Вот И потом еще сверху этого чая на двоих Ну, чтобы просто посидеть, попить, как бы, подослаждаться Этой атмосферой Проникнуться Вот Что у нас было дальше Пришла официантка В отличие от дешевых кафешек Дети приносят, чай ставят Она, как бы, пришла Поставила кружки Взяла чайник И сама нам разливала этот чай Это была вторая неожиданная приятность Которую я раньше не встречал в дешевых кафешках И, ну, по ресторану, кстати, вообще не ходил раньше Это был, наверное, мой первый опыт Вот В общем, налили нам чай Перекусили мы пирожные Мы попили коктейли И В самом, кстати, этом ресторане Был какой-то праздник То ли банкет, то ли что Там люди веселились Плясали Была живая музыка Песни всякие разные пели В общем, просто было прикольно Вот Сидели мы, в общем, в этом ресторанчике Часа два Это было очень прикольно Атмосфера мне понравилась Обслуживание мне очень понравилось А в итоге потратили мы 600 рублей примерно на двоих То есть примерно по 300 рублей на человека Вот И все Что у нас было дальше Во время нашей как раз самой посиделки в этой кафешке Появилось, опять же, новое интересное чувство То чувство, как будто ты немного окунулся в совершенно другую реальность В совершенно другую жизнь А назад, в прошлую жизнь Тебе вообще никак возвращаться не хочется Совершенно Вот Так как дома в той, другой жизни Меня ждет гребаный доширак И тот доширак Это для аристократов А у меня ждал дома Ролтон Гребаный лапша Быстрого приготовления И как-то мне так, блин Не хотелось туда возвращаться И сразу же вспомнил Слова Михаила Дашкиева То есть это самый основатель бизнеса молодости Кто знает, кто знает Кто не знает, тот не знает Бизнеса молодости Михаил Дашкиев То есть один однажды как-то рассказывал То есть что когда он первый раз приехал в свою Москву Ну не в свою, а просто в Москву То есть и начал общаться с друзьями У которых как бы уже были деньги Но у него на то время денег не было То есть и друзья его как бы звали к себе То есть мы его звали вечером пойти погулять Там зайти в какую-то кафешку посидеть и так далее То есть и что Михаил отвечал То есть ты у меня как бы Я не могу, у меня потому что встреча А встреча, он говорит, у него позже То что встреча на самом деле у него была дома Как бы ну с макаронами Потому что у него было 200 рублей И это на весь месяц вперед Вот у меня черт возьми похожая ситуация Так как меня тоже ждала встреча дома С гребаной лапшой быстро приготовления Вот И что у нас было еще дальше там Когда мы пришли домой После вкусия вот этого всего у меня осталось После похода по дорогим магазинам После в принципе дорогой Ну не то чтобы дорогой Ну и средненькой такой Хорошего уровня кафешки Очень осталось хорошее послевкусие И еще один очень забавный момент Как раз вечером сидим у дома То есть я иду как обычно на кухню Ну по привычке наливаю себе чай Я прихожу в комнату Сижу, что-то смотрю То ли в ноутбуке, то ли где-то И такой беру стакан Делаю глоток чая И чувствую, что что-то не то Думаю, то ли я себе пакетик какой-то чай не тот положил То ли еще что-то Думаю, какой-то горький уебищный вкус Потом такой думаю, думаю Смотрю обычный пакетик И просто это сравнение Между тем чаем, который мы пили В том ресторанчике И между вот этим пакетированным чаем То есть теперь эта разница стала Слишком явной, слишком очень заметной Я подумал, ну что здорово Именно так люди привыкают К серо-уебищной жизни К посредственной Когда все это Посредственная еда Посредственная жизнь Все это постоянно Ты употребляешь, ешь И потом просто, ну не замечаешь Привыкаешь Привыкание есть Человек очень быстро ко всему привыкает В общем, вот такие вот дела Что у нас, неделя прошла Звонки я начал делать только с сегодняшнего дня На текущий момент, сколько я сделал Звонков, примерно 20-30 Около 30 звонков Пока что еще встречи никакой не назначил Чтобы продавать свои услуги Но в принципе, думаю, дальше будет больше Что дальше? По другим двум целям Да в принципе, по трем целям Пока продвижения особо как бы и нет То есть, точнее Продвижения есть Но результатов пока особо нету Потому что они будут дальше Ну вот В принципе, на этом пока все Говорю это из своего Прикольного кабинета В котором я сижу на полу В коридоре И делаю звуки Чувствую, буду продолжать их делать дальше Сегодня Вот В принципе, все На сегодня, в принципе, хватит Что-то вообще уже заговорился Все в сон Продолжение следует...